По состоянию 9 часов 41 минута по Москве, стоимость барреля нефти марки Brent составила 33 доллара 48 центов, снижение составило 35,5%, следует из данных ISEE. Цена барреля WTI снизилась на 38%, до 29 долларов 96 центов. К падению цен на нефть привели провалившиеся в конце прошлой недели переговоры по сокращению добычи нефти. Против продления соглашения ОПЕК+, выступила российская делегация. Она предлагала продлить на второй квартал предыдущий вариант соглашения, который был подписан в конце 2019 года и действует до 1 апреля 2020. Вопрос о дополнительном сокращении добычи встал из-за эпидемии коронавируса. В ежемесячном обзоре за февраль ОПЕК сократила предыдущий прогноз по потреблению нефти на 230 тысяч баррелей в сутки. Причиной пересмотра прогноза стала вспышка COVID-19, которая, по прогнозам ОПЕК, должна повлиять на объемы потребления топлива транспортной отраслью и промышленностью в Китае и других регионах. На прошлой неделе состоялась встреча ОПЕК+, в Вене. В среду стало известно, что российский министр энергетики Александр Навак внезапно покинул заседание до его окончания. Об этом сообщили источники ТАСС. На следующий день цены на нефть снизились почти на 2 доллара, до 51 доллара 2 цента за баррель. В четверг, когда Навак не принимал участие в заседании, ОПЕК опубликовала заявление на своем официальном сайте, что предлагает сократить добычу дополнительно на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Так, на страны не ОПЕК, к которым относится Россия, квота по этому предложению должна была составить 500 баррелей в сутки. Чтобы предложенная сделка состоялась, российская делегация должна была дать свое согласие в пятницу, после возвращения Навака в Вену на министерскую встречу ОПЕК+. Как заявил журналистом в четверг генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо, он глубоко убежден в том, что Россия поддержит рекомендации ОПЕК. На следующий день официальное заседание стран ОПЕК+, началось только через 5 часов после неформальных переговоров. Россия выступила против предложения ОПЕК, стало известно в пятницу. Теперь у стран нет обязательств о сокращении нефтедобычи. Вопрос о наращивании или сокращении добычи российские компании будут решать сами. Минэнерго Российской Федерации еще не обсуждала с ними такой вариант, заявив журналистом Навак. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова